Студент Гнесинки из Павлодара не может вернуться на учебу в Москву из-за карантина. Олжас Нурланов был вынужден приехать в родной город, а вот обратно теперь его не пускают. По словам парня, в случае с ним обучаться онлайн сложно, специальность игран на баяне. Тему продолжит Артем Клеван. Вот так виртуозный Олжас играет на баяне. Еще с детства любовь к этому инструменту привил отец. После того, как парень окончил колледж в 2018, его пригласили на учебу в знаменитую Гнесинку. Павлодарец решил попробовать силы и в итоге поступил. С введением карантина в России пришлось нелегко. Вспоминаю, сидели постоянно в общежитии, работы не было, занятия проходили онлайн, но давалось это музыкантам тяжело. Твоя энергетика, которую ты передаешь через произведение, ты проживаешь эту музыку. Ты должен это показать педагогу, чтобы он это оценил со стороны, как большой профессионал и подсказал, в каком направлении дальше двигаться. В этом вся суть. Культура звука. Надо ее вырабатывать. А культуру звука через WhatsApp или другие даже любые средства никак не передать. Приехал в Казахстан ужас полтора месяца назад. Признается, мера вынужденная. Так сложились семейные обстоятельства. Парень понимал, что с возвращением обратно могут возникнуть проблемы. Но не настолько. Сейчас он уже должен был быть в Москве, готовиться к новому учебному году. Я в общении, в контакте со многими мамами, у которых дети вот так приехали тоже. У кого-то из Москвы, у кого-то из Новосибирска, из Омска. Ну и вот мы столкнулись с тем, что все дети сидят теперь дома. Уехать обратно не могут. Билеты брали и билеты сдали. Даже на конец августа я знаю, что есть мамочки, которые брали билеты на конец августа. И сейчас сдали, потому что пока мы отправить детей не можем. 1 сентября УЛЖАЗ должен быть уже в России. В отличие от Казахстана, там в вузах возобновляют привычный учебный режим. Для иностранных студентов готовы организовать онлайн, но вопрос еще открыт. Тем временем, проблему обсуждает и в МИДе. Хотя и там, пока конкретному решению с зарубежными университетами не пришли. Артем Клеман, Максим Носков, телекомпания «Ирбис».